Кондитер-дети! Come on! Everybody! Это самое сладкое шоу на российском телевидении. Кондитер. Я вам хочу представить свой торт Панчо. Там есть хруст-бизе? Какой безе? Это же Панчо, Ренат Лиманович. И сегодня за звание лучшего кондитера страны будут соревноваться дети. Да! Сколько тебе лет, Курам? Каспадин. Таких чудо-деток вы еще не видели. Вау! Это стиль! Как это реально сделать в 11 лет? Я просто люблю готовить. Своими руками они творят настоящие кондитерские шедевры. Вот это разрезище! Нет, это не разрез, Ольга. Это разрезище! Сто процентов да! Мы в финале! Они еще покажут всем взрослым, Кто тут настоящие супер-профи? Смяу. Ну так. Запомните мое грезное лицо! Минус один участник, будет полегче. Да. Это кондитер-дети. Это ужин кондитера страны. Добро пожаловать в наш сладкий мир! Это самое шоколадное, самое ванильное и самое карамельное шоу страны кондитер! И сегодня для нас это особенно важный и ответственный день. Потому что за звание лучшего юного кондитера страны будут соревноваться наши безумно талантливые дети. Наши самые креативные детки! Вы такие классные! Вы такие бесстрашные! Я переживаю за каждого из вас! Как за своих детей! Тебя же дети обожают! Мне все время в личку пишут, как мы любим Ольгу Вашурину! А вы такой злой! А я-то как их обожаю! Олечка, ну еще бы! Без тебя, естественно, не справлюсь! Потому что помогать с выбором лучшего юного кондитера страны сегодня будешь именно ты! У меня уже бешено! Стучит сердечко! Я с радостью представляю второго члена жюри детского сезона золотой призер чемпионата России по кондитерскому искусству Ирина Мошкина! Я готова оценивать юных и талантливых кондитеров! Итак! Это кондитер-дети! Мы начинаем! Первый участник! Добро пожаловать в наш сладкий мир! О-о-о-о! Какая модная участница! Спасибо! Меня зовут Маслова Риана Мне 11 лет и я живу в Москве Вообще, родилась я в Санкт-Петербурге Какое-то время жила в Невсюганске потом в Сургуте и вот я тут Надеюсь, что все города, где я жила будут за меня болеть Естественно! Сегодня я принесла вам вкуснейший торт под названием «Веселье» Там нежнейшие, вкуснейшие шоколадные коржи и вкуснейший крем-чиз В коржи я добавила масло виноградной косточки Первый раз такую слышу Скажи, пожалуйста, а почему ты решила добавить масло виноградной косточки? Почему не тыквенное масло? Кунжутное? Облепиховое? Ну... Оно дает очень хороший аромат бисквиту Но оно не делает так, чтобы вкус шоколада перебивался То есть там чувствуется и шоколад, и масло Молодец! Девочки, есть вопросы? Нет? Спасибо! Идем резать! Мне страшно! Итак, значит, здесь шоколадный бисквит с маслом, виноградной косточкой И розовый это что? Крем-чиз? Да С розовым чем? Красителем Вот как! То есть ни клубника, ни малина Да, а если была бы черная смородина, какой цвет крема был бы? Ну-ка, ну-ка Такой фиолетовый Даже это знаешь? Да Итак, пробуем Ирина, хочется узнать твое мнение Рианочка, ты такая яркая и веселая, как твой тортик По вкусу скажу, он просто великолепный Единственное, я не почувствовала виноградную косточку Но крем вкусный тоже Поэтому я тебе говорю, да, ты однозначно должна быть в финале Спасибо Ольга Я хотела сказать, что бисквит плотноват Но у него насыщенный шоколадный вкус Я от этого вкуса балдею Я говорю тебе, да Спасибо Ариана, ты знаешь, что касается бисквита У тебя бисквит плотноватый Но при этом не потеряна его эластичность Что очень важно И у многих взрослых так не получается Однозначно могу сказать Это, конечно же, не веселье Это восторг Ты в финале, Ариана Девочка с золотыми руками Ты в финале Спасибо вам огромное Можно вас обнять? Конечно, конечно Восторг Восторг Я очень рада, что я попала в финал И спасибо всем тем, кто за меня болел Я в финале Следующий юный участник Мы ждем тебя Здравствуйте Здравствуйте Кондитер со своей охраной Меня зовут Ваня Кротков Мне 8 лет Нет, давайте не так Не так Здравствуйте Меня зовут Ваня Кротков И мне 8 лет Самые основные мои любимые занятия Это ходить на спорт Я обожаю спорт Какой? Хоккей, футбол, плавание и спортивную гимнастику Ты просто мега-спортсмен А когда же у тебя время остается на кондитерский цех? На выходных я могу примерно 4 торта А куда же ты их деваешь все? Я иногда беру даже в школу И как? Одноклассники реагируют? Все просят Но я не даю Молодец Ты такой же, как Ольга Вашурина Я, да Она тоже никому не дает А с кем ты пришел? С моей сестрой Это мой талисман Ну мы так и поняли Как зовут сестру? Вероника Вероника Вы подтверждаете, что готовил полностью от начала до конца Иван? Да Я могу задать вопросы, как ты это готовил? И ты все расскажешь? Да А если Вероника знает, а ты нет То значит, она готовила, но готовил я Нет, сейчас я проверю Давай Терминатор движется к своей цели О, красота какая Сдалека этого не видно Вероника Скажите, что внутри этого торта? Сыр чиз Потом я добавил две шайных ложки лимонной цедры И сливки потом добавил Ваня Я не знаю А как это тесто готовится? Эм... Судя по тому, что Вероника поплыла во время опросов Вы проверку прошли Режем Вероника, наверное, то и делает, что разрезает Ваня готовит, а Вероника режет и ест, наверное, нет? Иван Иван, мне хочется понять А что ты еще умеешь, кроме этого пирога? Сможешь ли ты в финале достойно выступить? Или пока рано? Я умею готовить кексы Еще я умею готовить блины Бисквит умеешь делать? Бисквит, да Честно Ну, я сейчас вам расскажу этот Такой основной, вот По которому делают практически все База Да, база Мы берем яйцо Да Четыре яйца И домешиваем их до белой такой массы И постепенно добавляем сахар Ага Потом, когда уже сахар закончится Надо добавить туда просеянную муку Потом, после просеянной муки Можно добавить разрыхлитель Но перемешать А как печем? При какой температуре? Печем 180 градусов 8 лет И уже знание кондитерской базы Пора дегустировать Ваше мнение? Ирина Ирина Ты знаешь, я очень сильно удивилась, что у тебя песочная основа Мне почему-то показалось, что наверняка она будет плотная Но на самом деле очень все мягко получилось Единственное, мне показалось, что немножко сладковато Ну ладно, я об этом не буду говорить Ну да, да Спасибо Ольга Ольга, твое мнение Иван Да Если бы взрослые на нашем проекте делали бы такой вкусный крем Они все автоматом попадали бы в финал Спасибо Я тоже тебе доверяю, я говорю тебе да Спасибо большое Итак, моя задача в финале увидеть только достойных, увидеть сильных, мощных, грамотных профессионалов Но, к моему глубокому сожалению, нам придется попрощаться Попрощаться с Вероникой, потому что ты отправляешься в финал Ваня Коротков, ты в финале, браво! Браво, этот фартук твой Я просто очень рад, у меня нет слов, но я в финале! Но мы приглашаем следующего юного участника Здравствуйте Здравствуйте Какой красивый, огромный торт Меня зовут Ильбович Виктория, мне 10 лет Я занимаюсь гимнастикой, танцами, хореографией, английским, ну и, конечно же, кондитерством What is your name? What is your name? Какая разница, я говорю по-американски Бразилии, кстати, говорят на моем языке This is cake This is cake Я же говорю, я в Бразилии Виктория, что внутри торта? Можно на русском, потому что здесь англоговорящая, смотри, носители языка у нас Шершава Внутри птичье молоко Птичье молоко? В 10 лет ты делаешь начинку, которую делали в прошлом веке Мне кажется, это самый вкусный торт За всю историю проекта кондитер Да Громко И самый вкусный торт птичье молоко Ну вот, в принципе Эбор Да Режем? Режем Виктория, вы же не застали то самое настоящее птичье молоко, которое было в советские времена Нет Откуда вы взяли эту уникальную рецептуру? А у мамы? А у мамы откуда рецепт настоящего птичьего молока? Бабушка дала А у бабушки откуда? Ее мама Итак, мы потихонечку перейдем в библейские времена Да? Окей Милая моя, можно пару вопросов? Птичье молоко на агаре? Да На белках? Да Но не на желтках же он делает Что-то у нас делает на желтках, Ренат, не мальчик Кто во что гараж Ты хочешь получить курс повышения квалификации? А все может быть Я пользуюсь своим положением Скажем так, знаете, новое поколение может удивить Так, Ирина Что я хочу сказать Во-первых, в 10 лет выравнивать так торт Ну, ты большая молодец Во-вторых, взять за основу птичье молоко И достаточно сложный торт И для взрослых профессионалов Ты знаешь, я в нем почувствовала Вот тот советский вкус, который был раньше Это просто невероятно, браво, потрясающе Ты обязана быть в финале Умничка И ты говоришь? Ну, конечно, да Спасибо большое Виктория Вы гениальны Вы оставили для нас шоколадную глазурь Да Чтобы мы почувствовали вкус полностью птичьего молока Спасибо огромное Единственное Немножечко я бы убавила сахар А так, конечно, белиссимо Я говорю вам да Спасибо Спасибо, Таша Виктория Я горжусь вашим выбором Я думал, сейчас дети будут приносить нам десерты с чаем матча С какими-то там всевозможными там новыми добавками Чия, семена А здесь девочка в 10 лет Приносит торт птичье молоко Вы продолжатель наших традиций Вы крутая Виктория, однозначно, да, вы в финале Даже речи быть не может Финал Стопроцентный финал Держите Молодец Стопроцентное да Я в финале Спасибо вам огромное Коллеги, мне очень нравится настрой наших участников Обратите внимание Несмотря на свой юный возраст Они прям так настроены по-взрослому Да Молодцы Следующий взрослый, юный участник Молодец Молодец Можно, можно мне отдать? Спасибо тебе большое Смотрите, какая елочка крутая Давай знакомиться, дружище Гурам Гурам Ага Я просто не научился календар Ничего страшного, это не самое главное Сколько тебе лет, Гурам? Пять с половиной Ты принес шикарную елочку сюда Расскажи, пожалуйста, из чего это? Сначала я взял тесто Потом сделал его длинным С смекалкой Потом Со смекалкой? Да, со смекалкой Молодец И потом взял ножик Отрезал вот такую елочку И намазал вот этот шикар с олехами Потом скрутили все веточки Ага И уже микроновку достал И получалось вот так Бомбезно! Гурамчик, бомбезно! Расскажи, как ты само тесто сделал? Вот сначала я был у бабушки Пошел в школу, где это не нужно Сокачать А ты когда ходишь в спортзал Ты чем там занимаешься? Я соперников Они, которые больше меня Я их поднимаю Целиком? Да Потому что это же борьба Там надо боксом заниматься Кстати, знаете что? У меня есть такой злейший враг Богдан его зовут Богдан? Да Вот я один удар сделал И он уже сдается Так а в чем же тогда? Почему он тогда злейший враг? Если он сразу сдается Ну потому что Немножко Я его люблю Потому что я его люблю И на всякий случай Назвай его Злежим Молодец! Все как в жизни У нас точно такие же отношения С Ольгой Вашуриной Мы тоже ходим в спортзал Боремся вместе А у вас одинаковая сила? Да, мы же одинаковые Весовой категории А вам папа Рассказал Что мальчик Сильнее Девочки Ты не знаешь На что она способна Гурам Тебе папа не рассказывал Что есть такие женщины Которые ломают мужиков? Не, не, женщины я не трогаю Я пошутил Женщин надо защищать Да Кстати, знаете что? Ну-ка Я немножко проверяю силу Когда с папой болит Я еще Я меня нашего побеждала Одной лукой плечу Сам? Да Я понял Тебе говорить нет Сегодня нельзя Давай только, чтобы никто не слышал Я на всякий случай Папе ломаю кости Что мне хочешь? Я тебе скажу Да, ты победил Что мне еще? Мне нужно это дегустировать? Или мне просто тебе сказать Да? Я ведь что? Пришел туда баловаться? И что еще? Какие баловства? Гурам, ты что? Очень красивая елочка Елочка бомбезная Гурамчик, а как ты делал это тесто? Оно великолепное Бабка купила вот эти Как его там Вот это масло Что такое? Тесто Тесто Тесто, да А скажи мне, пожалуйста Как ты будешь участвовать в финале Если ты используешь готовое тесто? Тесто Просто купила все Не в этот раз, дорогушка мой А не в этот? На финале надо показывать уже свой профессионализм Поэтому я бы тебе советовала Дома попрактиковаться Поучиться делать бисквиты И потом к нам прийти уже в следующий сезон Я говорю нет Ольга Гурам Я за то, чтобы еще годик-два Ты попрактиковался дома Пока я говорю тебе нет Смотри, в этом году Тебе рановато участвовать в финале У меня единственное к тебе пожелание Все свои силы Лучше направить на кухню Не трогай Богдана Не трогай У меня сейчас эмоции Можно сказать Ладостные Ну почти все Сло, все грусть Ну все эмоции, которые новые Кроме ладости Они не превращаются Не в грусть Не в рост А превращаются Только в ладость Потому что я уже Когда пришел туда Я уже удастся получил Итак, следующий участник Здравствуйте 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 О, это мысли Ничего себе Ой, люблю такой декор Это же бисквит, да, сверху? Ну да, это японский заварной бисквит Обалдеть У нас даже взрослые участники Такой уровень не приносят Меня зовут Бабаханов Давид 11 лет Я из Москвы Мой торт называется Сырное наслаждение В нем находятся Шпинатный бисквит Мусс из авокадо Мятный мусс Клубничные конфи Лаймовый курт И мятный ганаш Все, что было на соседнем рынке Все использовал Да Давай попробуем порезать Посмотрим Кто тебе посоветовал Сделать такую сложную начинку? Я в интернете нашел И посоветовался с семьей Разрез, конечно, не для 11-летнего ребенка Это торт, приготовленный Не просто взрослым кондитером А как минимум финалистом Проекта кондитера Однозначно И я не совсем понимаю Как это реально сделать в 11 лет Я просто люблю готовить Он просто любит свое дело Сколько ты уже? Опыт какой? Лет 16, наверное, уже этим занимаешься? Я с двух лет готова В два года уже свадебные торты, наверное, делал? Нет, я в два года, ну, начал помогать маме А потом уже с пяти начал готовить сам Расскажи, пожалуйста, как ты делал шпинатный бисквит Я взял шпинат Добавил туда мяту Измельчил Потом добавил цедру Да Взбил яйца Потихонечку добавлял сахар И перемешал все со шпинатом И поставил в духовку Девочки, я не пойму, где подвох Я услышал ответы не кондитера Я услышал ответы технолога Я не знаю, что мы там попробуем Но хочу пожать тебе руку Спасибо Руку кондитера И прям хочу тебя назвать коллега Спасибо Итак, Ирина Давид Внешний вид торта Что-то просто потрясающее Когда ты начал перечислять ингредиенты для начинки Я сначала думала Боже, как это можно вообще все сочетать И мне было очень интересно Как же это будет на вкус Скажу тебе сразу Это просто потрясающе Как ты думаешь, какой ему ответ? Да Ну, конечно Спасибо Ольга Давид, у меня только один вопрос Вы даете мастер-класс? Я бы обязательно записалась Я не знаю Это просто гениально Это вкусно Это классно Это красиво Восхитительно Я говорю вам да Спасибо Ты знаешь, Давид Мой мозг до сих пор отказывается верить в то Что это делал ты своими руками Тебе надо выдать 10 фартуков И ими обложить тебя с ног до головы Однозначно да Буду следить за тобой в финале Потому что что-то надо у тебя подсмотреть Пора чему-то научиться нам Юный гений, ты в финале Держи фартук Да, я в финале И я молодец Мы с терпением ждем юного следующего участника Ой-ой-ой-ой-ой-ой Какой большой торт Здравствуйте Как вы его несете? Как вы его несете? Я сильная Он реально тяжелый торт Ого Я начинающий кондитер А вам не кажется, что этот торт весит тяжелее, чем сама участница? Нет Меня зовут Виктория, мне 10 лет Я пришла из города Электроугли в Московской области Учусь в 4 классе, играю на фортепиано, занимаюсь кондитерством Как давно? С 8 лет я только готовила торты сама А интерес появился с 2 лет Когда мама готовила торты, отликалась на секунду Я решила добавить что-то от себя Добавила туда ее телефон Виктория, потрясающе, что вы нам принесли? Акварельное эскимо В нем классический бисквит В наружный крем-чиз и снаружи крем-чиз Бисквит сделан из яиц, сахара и муки А внутренний крем-чиз сделан из творожного сыра и сливок 33% А наружный крем-чиз сделан из сгущёнки и масла Ну давай порежем, посмотрим Режется очень мягко Кто тебя учит готовить? Мама Мама хорошо печет? Да Вот как выглядит ребенок кондитера Правильное дно, красивое, запеченное Разрез, как ты оцениваешь? Ну, мне кажется, нормальный Можно это дегустировать? Нужно Интересно, интересно Итак, Виктория все устраивает Осталось проверить, устраивает ли все нас Вкусно Вот так вот ты решила с нами, да? Итак, Ирина Я просто не могу представить, что в твоем возрасте можно просто потрясающе испечь бисквит Он действительно воздушный, легкий и крем точно такой же Но я не знаю Ты говоришь? Да Да, да, да Спасибо Ольга Вика, я нашла в твоем торте воздушный, легкий бисквит, нежный, вкусный крем И я говорю тебе, да Спасибо Первое Виктория, хочу поблагодарить вас за аккуратный внешний вид изделия Второе Хочу поблагодарить вас за то, что не стали перемудривать И сделали достаточно простой, понятный, вкусный торт Виктория, вы финали Спасибо Я трудилась, я старалась, я очень рада, что попала в финал И я покажу свои силы в финале О, привет! Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Ирина Меня зовут Котляр Степан, мне 11 лет, и я из города Москва Я хочу вам представить свой прекрасный торт Он состоит из двух клумбичных муссов и двух начинок Клумбичный мусс и клумбичное пюре В нем шоколадные бисквиты В декоре я использовал сушеную клубнику Степан, ну, симпатичный торт Я правильно понимаю, это декорация из карамели у тебя? Это изомальт с сусальным золотом Режем Режется суховато У меня он очень нежный Да? Да, очень А что у тебя, палец обжег? Да А печь? Нет, когда делаю изомальт, очень сильно обжегся Ой-ой-ой-ой, боевая травма Профессия кондитера, она небезопасная О-о-о, да Оброните, пожалуйста, на мать С удовольствием Итак, Ирина, хочется узнать твои комментарии Насчет вкуса, ты знаешь, действительно у тебя получился хорошо бисквит А крема мне показалось немножко мало Или я просто не тот кусочек взяла Но я тебе говорю, да, я бы хотела тебя видеть в финале Ольга Степан, я хочу тебя похвалить За то, что ты умеешь работать с изомальтом Можешь собрать торт Испечь вкусный шоколадный бисквит Но есть вопросы к клубничному муссу Наверное, что-то не доложил ты желатин Потому что у меня от клубничного мусса остались только рожки да ножки Все распалось Пока на данный момент я говорю тебе нет Спасибо Сложный выбор, на самом деле С одной стороны, я понимаю, что в 11 лет выдавать такие результаты Это уже огромное достижение Но при этом я вижу уровень юных кондитеров Которые прошли в финал С очень сложными работами Здесь все сделано неплохо Но чуть-чуть не дотягивает до финала Степан, я думаю, что надо дать тебе шанс Покажи все, на что ты способен Хорошо, спасибо большое Степан, ты в финале Браво Я знала, что мне все получится Я в финале Итак, финал проекта проходят Маслова Ариана Коротков Иван Тульбович Виктория Бабаханов Давид Котляр Степан И Мурадян Виктория В новом сезоне проекта Кондитер Дети Юным участникам предстоит повторить Сладкие шедевры Рената Акзамова Передо мной дети Но не просто дети А самые талантливые Самые целеустремленные Дети нашей страны И вдвойне приятно Что вы все в фартуках кондитер Коллеги, поздравляю вас Вы в финале Спасибо Вы молодцы Достойно представили свои работы на кастинге Но Теперь настало время Показать Способны ли вы на большее Я прекрасно понимаю Что вы готовили свои работы дома Там не было конкурентов Домашние условия Рядом попугайчик в клеточке Хомячок Рядом хомячок Рядом родственники Все спокойно Но здесь не так Здесь шесть Сильных конкурентов Каждый из вас Хочет выйти из этой студии В статусе победителя Ни один из вас Не хочет проиграть Через несколько минут Начнется главное сражение В вашей жизни Вы готовы? Да! Итак, коллеги В этой огромной коробке Прячется тортик Который я приготовил на день рождения Юной звезды И вам необходимо будет его повторить Итак, кондитеры Я с огромной гордостью Хочу представить вам Свой торт Чего? Это торт? Это нереально Добро пожаловать В наш сладкий мир Этот торт Выполнен в виде Любимой миллионами детей Игрушки Большого плюшевого медведя Он выполнен натуралистично Из сладкой массы С использованием техники Художественной лепки На ярусах торта Покрытых нежным шоколадным велюром Расположено Множество ярких деталей Разноцветные кубики Погремушки Пирамидки И юла Они изготовлены из шоколада Мне его торт очень понравился Он был такой огромный Сначала я даже подумал Что это плюшевый обычный медведь Я была, если честно говоря, шокирована Бомба! Мне страшно Итак, у нас есть от заказчика Еще три пожелания Которые обязательны к исполнению Она большая сладкоежка Поэтому ей абсолютно не важно Какая будет начинка внутри торта Поэтому вам повезло Начинка на ваш выбор Есть! Хотите, можете сделать торт шоколадный Ягодный, чизкейк, пломбир, тирамису Киевский, птичье молоко Что угодно Любой Только огромная просьба Не перемудривать Еще один маленький нюанс Торт должен быть в виде большого мишки Как так? И третье очень важное условие Помимо медведя Должны быть детские игрушки Итак, коллеги Ровно в 6 часов В этой студии появится звездный заказчик Осталось несколько секунд Судьбоносных секунд Которые отделяют вас От самого главного момента вашей жизни Помните, что вы носители Этой великой профессии Кондитер Да! Ну что? Вы готовы? Да! Я не слышу! Еще раз! Да! Время пошло! Юные финалисты Активно разбирают инвентарь и продукты И приступают к изготовлению теста Я беру миксер Сразу он мой Извините, ребят Но он мой После старта все побежали Просто все не знали, куда деваться Где сахар, ребят? Где масло? Ты не видела кефир или сметану? Прямо ничего не видела Где здесь мука? А где здесь разрыхлитель? И опять ходишь и ищешь все ингредиенты Мне ячек кто-то дал Мне понравилось готовить с старшими ребятами Они мне помогали Куда можно скролупу положить? Это мое Иди в баню Да блин! Все, я уже нахер Отходи! Все, мое тебе А не надо Иди в баню Я сюда принесла эту миску Поэтому это мое Иди в баню Рано мне пацан говорит Я коварную Ну прости, тут борьба Я даже не ожидала Что такой маленький мальчик Может готовить У кого-то есть ручной миксер? У меня Я его сейчас возьму Он мне очень нужен Да блин! Я его только кольцеру Ребят, не ссоримся Ванька только и бегал У кого-то брал советы Кому-то говорил советы Совет дам один Берите салфетки Чтобы заполковывать туда яйца Ну а чтобы потом их выбросить Просто они пачкуют жить Я в финале решил делать классический бисквит Поскольку он у меня всегда получался Пористый и влажный Только я чуть-чуть вначале растерялся Я не дозбил яйца Потому что незнакомая кухня У меня бисквит не получился Он не поднимется Я уже добавила муку Это уже не переделать Буду замешивать Потом я уже все понял Как, чего Проблем у меня не было вообще Это не сдобито, он очень сильный Сдобит крутой Я сразу на кухне увидел голубику И решил сделать шоколадный бисквит Может их сочетание просто безумное Сейчас я взбиваю яйца Потом я добавлю муку и какао У меня получится шоколадный бисквит У меня идея пройдешь Я тоже хотел шоколадный бисквит Я решил его именно шоколадным делать Потому что я думаю Он очень вкусный как бы И очень заказчику понравится Вот как мне кажется Я буду готовить сразу большой бисквит Чтобы потом его разделить на две части Тебе надо два бисквита У тебя маленький торт получится Блин, ну я не знаю Короче, все, ребят Я делаю, как знаю Пока мальчики спорили между собой Ариана выбилась в лидеры И уже отправила в духовку Свой первый бисквит Я уже зарядила два маленьких бисквита Выпекаться Сейчас я заранее сделаю крем Поставлю его в холодильник Чтобы он у меня уже был готов И займусь декорациями Вслед за Арианой Свои бисквиты в духовку ставят Давид, Вика и Стёпа А вот самым маленьким участникам Места в печи уже не хватает А где-то есть свободное место Вроде нету Нету Блин, все печки заняты Ребята Может кто-то уже возьмёт свой бисквит? Ребят, там уже готово Доставьте свой бисквит На какой готов? Три минуты выпекается Что там? Забей, забей Там ещё всё выпекается Там ещё 50 минут Ну а как тогда мне? Я не знаю А может ты снизу положишь? А снизу можно? Вроде да А я не могу Я не знаю, как засунуть мой бисквит Кто-нибудь знает, как бисквит засунуть? Давай я тебе засуну В итоге корж я испёк Мне ребята помогли До конца испытания остаётся всего три часа И юные участники приступают к изготовлению крема Я взяла маракуйю, сахар, пектин Сейчас буду делать прослойку С кремом я тоже решила не мудрить Просто взяла крем-чиз и сделала из него, собственно, крем Что у тебя за крем? Я хочу сделать два вида крема У меня стоит, выпаривается малина с сахаром и с водой И сейчас я варю карамель солёную Я знаю, что Ольга Вашурина очень любит солёную карамель Я посмотрела очень много передач в шоу-кондитер И Ольга, она всегда говорила, что она очень любит солёную карамель А так как я не знала, кто будет заказчиком, я решила уделить этому внимание И приготовить что-то с солёной карамелью Поэтому я найду подход к её сердечку Мне сегодня готовилось круто, но были моменты, когда я растерялась Я не знаю, как сделать крем Но если я ничего не добавлю, туда будет плохо Это твоё? Угу Ты его больше не будешь добавлять или будешь? Можно я возьму? Нет, потому что он скажет, что торт одинаковый Я не знала, что делать, всё забывала Я немного растерялась, забыла рецепт, но сейчас я всё вспомнила Мне нужна ложка, буду делать крем Буду делать так же, как и принесла, крем-чиз В составе сливки и творожный сыр, и сахарная пудра Ребята, можно вас на секундочку отвлечь? Чего надо? Как вы думаете, какой будет звёздный гость? Кругой Помните вот эту девку, которая пойдёт «Умка-Умка»? Мне кажется, она Это, если чё, мужик Будет Валя карнавал, касается там Молодая звезда Молодая звезда, которую очень любят медведей Валя карнавал, всё, против По-любому Пока юные кондитеры гадали, кто же звёздный заказчик Бисквиты испеклись А это значит, пора приступать к сборке тортов Так, мой бисквит мне нравится Он не сырой, он не подгорел У меня очень вкусно пахнет бисквит Я уже приступил к сборке торта Торт у меня будет как десерт Он будет маленьким Я же корж сам огромный испёк А решил делать композицию поменьше Потому что я захотел что-то работать с миниатюрой Я собираю уже торт Он будет с обычными бисквитами С кремом И с пропиткой маракуйи Из-за пропитки у меня крем туда-сюда возился И очень сложно было собрать торт У меня пропитка получилась очень сладкая Но крем не очень сладкий И мне кажется, я очень хорошо сбалансировала У меня абсолютные шансы на победу Потому что я верю в свой торт У меня в финале сегодня всё шло просто идеально Но как только я начал собирать торт У меня начались проблемы Капец У меня весь торт потёк Пытаюсь его восстановить в мою прежнюю форму Но у меня плохо очень получается Мусс у меня начал течь И все коржи у меня тоже потекли Крем потёк У меня вообще была полная жесть Это пропал Я собираюсь его немного подморозить И тогда, надеюсь, у меня что-то получится Я уже собрала торт И хотела, чтобы 30 минут он постоял в холодильнике Пропитался Но когда я подошла к холодильнику И поставила торт на полку Полка провалилась Торт упал Чего там? Так спокойно только У неё торт упал Я думала, это у меня случится как всегда А это случилось у тебя Одна досадная случайность И Ариана, которая была лидером Оказывается в числе аутсайдеров Что же будет делать наша юная участница? На этом моменте я подумала, что уже пора уходить Потому что я ничего не успею сделать Ребят, я ухожу, всё Ты что, нет Куда уходишь? Куда пошла? Ариана, успокаивайся Бери остатки Делай Бери Они на пол упали В смысле остатки? Ты сейчас всё соберёшь Они на пол упали Их нельзя уже употреблять в пищу Оставалось всего полчаса За полчаса я даже не смогла бы Из пищи хотя бы один бисквит Ну В то же время Зато минус один участник Будет легче Минус один участник Будет полегче Да Конечно, она наша соперница Но мы, как настоящие друзья Мы решили поступить правильно У меня остались крема Я готов поделиться У меня есть один корж Ариана, у меня есть пропитка Ребята, они начали делиться Это было очень неожиданно И начали поддерживать Это было очень приятно И я решила переделывать полностью торт Смотри, успокойся Делай бисквит и крем Пусть он у тебя будет Хотя бы без декора Но будет торт Давай, делай Месси Не сдавайся Ариана очень большая молодец Потому что она не сдалась И пошла дальше До приезда звёздного заказчика Остаётся всего 30 минут И пока Ариана пытается наверстать упущенное Остальные юные участники Доделывают декорации Леплю я с пластилином очень хорошо А мастика это практически то же самое Что пластилин Просто она саду Нет, вообще нет Я сейчас леплю кружок И добавляю на него краситель Чтобы он весь На нём не было белых пятнышек А он был весь покрыт чёрным Я начал делать Но у меня ничего не получилось Первое я делал неправильно Я просто её мял А потом мне ребята подсказали Что надо именно такими движениями Добавил краситель Смял И вот так То есть мы берём вот так его Тянем Соединяем опять Берём закончик и тянем После этого у меня начало всё хорошо выходить У меня начался новиться тот цвет Которого я добивался Ещё подсказка Мастика крепится на воде В смысле? На мокрую поверхность То есть Ну надо намочить Чуть-чуть мастику Чтобы зафиксировать Например Прикрепить глаза К голове С мастикой работать Десять раз сложнее Чем из пластилина лепить Я сейчас решила сделать Ещё игрушку-юлу Потому что я поняла То, что у меня время осталось Я просто так стоять я не хочу И поэтому я выделываю форму юлы Ну если говорить по-честному Он полностью сырой Всё, я сейчас приду С какой-нибудь фигуркой из мастики Вот так поставлю её Ну вот, вот мой тортик В общем, вот Кушайте, пожалуйста, на здоровье Испытание подошло к концу И сейчас юным финалистам Предстоит продемонстрировать Свои работы Ренату Акзамову И звёздному заказчику Итак, вот они Мои юные таланты России Сладкое будущее нашей страны Я с гордостью называю вас коллеги Но самое главное, Оль Из этих талантливых детей Нам нужно выбрать только одного Одного победителя Который отправится в суперфинал Проекта кондитер Бороться за звание главного Юного кондитера России И полмиллионища рублей Серьёзно? Да Чё вы раньше не сказали? Я бы своих переволокла Детей Итак, Ольга Я чувствую, нам пора звать Звёздного заказчика Потому что одним нам не определиться Ну что, мои юные коллеги Вы готовы своими громкими аплодисментами Встретить нашу звёздную именинницу? Да! Не слышу! Да! Итак, в нашей студии Певица и звезда тиктока Аня Покров Встречаем! Привет! Привет! Какие вы хорошенькие! Анечка, добро пожаловать в наш сладкий мир Для начала я хочу тебе представить свой торт Это разнос! Это очень круто! Это разносище! Разнос! А может я посмотри поближе? Конечно! Это торт приготовлен тебе на день рождения Это твой любимый мишка Здесь торт с малиновой прослойкой шоколадной Здесь есть всё, что ты любишь! Серьёзно? Конечно! Анечка, я хочу тебе представить наших кондитеров Но честно, это юные дарования Они выпекают абсолютно профессиональные изделия Для меня это просто какой-то отдельный мир Я в 8 лет не могла яичницу подогреть в микроволновке Я один раз микроволновку сожгла Серьёзно? Итак, сейчас я назову имя первого участника Который достойно представит свою работу Ариана! Ариана, давай! Кто там? Ой, я не вижу ничего У меня зрение минус 100 Со зрением у тебя всё хорошо Просто у меня случился форс-мажор Я ставила готовый торт в холодильник А там была сломанная полка И тот просто упал на пол Серьёзно? Если честно, я знаю, что Ольга Вашурина Очень любит солёную карамель Я делала два вида крема И один из них это была солёная карамель И я очень хотела, чтобы вы его попробовали Но, к сожалению, этот торт упал не в рот Ольге Вашуриной А жаль! Такой бы тикток получился! Такой бы тикток зарядили бы Представляете, полка падает и Оля Ты сделала новое или просто вот снизу пособирала? Нет-нет, это уже антисанитария Я бы не хотела кормить вас с пола Вы ведь с ней какие-нибудь свиньи, чтобы кормить помойник Спасибо! Хотя, скорее всего, большая часть взрослых поступила бы именно так Шпателёчком собрали бы Я бы накинула сверху шоколада поджогла Раз-раз, обтянули бы мишкой И всё! И ты реально приготовила новый торт, получается Оставалось всего 30 минут И ребята поделились со мной коржами Я сделала что-то из крема и... Вы ещё и команда отличная! Я думаю, можно резать Анечка, обрати внимание, мишка есть? Мишка есть, причём очень даже уверенный мишка Да! Я из пластилина даже такое слепить не смогу Я без шуток, серьёзно, у меня просто руки из другого места растут Ну, на самом деле, шутки шутками Мы видим коржи Мы видим слои Мы видим тортища Мне кажется, такого тортика На день рождения Ани Вот достаточно было бы, потому что если посмотреть на её фигуру То ей хватит жрать! Нет, я хотела сказать то, что даже не сказать, что ты когда-то в жизни ела тортики Ничего себе, комплименты какие! О, же, это моя любимая программа тебе, ребят, серьёзно! Я пришла, мне уже за пять минут столько комплиментов наговорили! Конечно! Анечка, уступаем очередь именинецек Давай начнём с тебя, естественно! Ну, пахнет шоколадными коржами, кстати! Там кокос? Да Я люблю кокос Я обожаю кокос Обожаю А как ты раскусила кокос? Молодец, кстати! О, я сразу! Не знаю, кокосовая стружка Но там она не так сильно чувствуется, она очень мелкая, кстати Это вкусно! Это реально вкусно! Серьёзно, я когда шла, я просто, ну, я готовилась ко всему Я не уверена была, что это будет, в принципе, не съедобно А это вкусно! И это только начало! Ольга? Мне понравился твой тортик Крем хороший, но есть замечания по жирности Я бы сделала более лёгкий крем Но несмотря на форс-мажор, Ариана, мы получили готовый результат А насколько этот результат лучший, мы поймём по завершению дегустации Следующий мощный, достойный, уверенный участник Степан! Двое время! Да! Что ж вы так быстро интригаете? Вау! Нифига себе, Мишка! Нифига себе, медвежатина! Степан, Степанище! Мужик-мужичище, ну ты выдал! Я хочу вам представить свой торт Медведь на отдыхе У наших участников, как всегда, все фигурки на отдыхе Почему-то, всегда Какой интересный декор А здесь как будто массаж медведю сделали Видишь, даже сиси у медведя кто-то помял А что у него в руке? Это мёд, а это фартук Ну на фартук это, конечно, не очень похоже Но похоже на мармеладку На расчёску какую-то розовую А вот фигурка-то у медведя стройненькая Медведь на ПП Ну ты, конечно, накидал тут Немного, это все игрушки его Это игрули, игрули! Какая прелесть Это знаете что, это песочница и там все игрушки И он лежит, реально Такая фантазия у тебя, вообще ты такая крутая Класс! Он у меня состоит из шоколадных бисквитов Дальше я сделал мусс из голубики И ещё конфи из голубики А чтобы не было слишком кисло Я решила всё это пропитать Манговым соком Фрэш? Фрэш Молодец! Состав торта какой-то необыкновенный Мне хочется побыстрее посмотреть на разрез и попробовать Степан, режем Вот это разрез Вот это разрез, разрезище! Только я не вижу манговой пропитки Где она? Вот я вижу суховатые бисквиты Я не вижу пропитки Суховатые Вот, смотри, вот пропитка манговая Написано Пробуй, пробуй Вот если у тебя прямо сейчас брызнет сорта Манговый сок Тогда я в это поверю Ммм, голубика прям Крем прям очень ягодный получился Ну, голубика чувствуется Я старалась передать весь контракт Ой, контракт Голубики Ну, контракт тоже Почему бы на федеральном канале клубнику не пропиарить, правда? Голубику Голубику Ну, корж прям знатный Это вкусно Ну, конечно, это уже третья вилка пошла Конечно, вкусно Вторая! На, забери у меня Правда вкусно? Я бы крем еще туда навалила, конечно Степан Ай-яй-яй-яй-яй Так я ждал манговую пропитку Ай, как я ждал, Степан Чуть-чуть суховатый Чуть-чуть пожадничал Я, конечно, согласен У меня немного суховатый получился Молодец Обожаю честных детей Ольга Степан Я хочу тебя похвалить За этот крутой крем За твою изобретательность Я нашла манговую пропитку Ты молодец В общем, достойная работа 100% Спасибо Итак Самый мощный Самый брутальный Самый сильный Кондитерский волчара Иван Коротков Открывай Коротков Ванек Он реально колпак больше в ванне Мне кажется, он спокойно под крышкой спрятаться может И вот так и бросит к нам Итак, Анечка, как тебе внешний вид торта? Ох ты шьё Ну, в смысле, тут дофига всего есть далека, я этого не видела Медведь уже съел торт В наше отсутствие Да, правильно Крем компенсирует Иван, говорю, как коллега коллега Горчит Открывай Коротко АПЛОДИСМЕНТА Вот это да Пропитка из маракуйя Ого Бомба Единственный минус, который я вижу в этом торте Это грязная подложка Надо было её натереть, чтобы она была чистенькой Да Но это пока единственный минус, который я смог увидеть Вика, пока это шедевр Вот мы не видели ещё двух участников, но ты задала высокую планку Вика, держим пальчики, чтобы начинка соответствовала внешнему виду Держи пальчики Держим пальчики Я же на ногах держу На ногах, на руках, вот так вот ещё можно скреститься Итак, режем Она режет профессионально Режет чётко, прям ровно четвертину Ох, какой разрез Шок На лопатке четыре даже Четыре Анечка, четыре Обалдеть Это торт молочная девочка Ну, частично, да Поход А ну-ка сверим, кто готовит лучшую молочную девочку Десятилетний ребёнок или Не надо про возраст Великая Ольга Вашурина Итак Я вижу вытекающую маракуйю Это так сочно Очень вкусно Да? Ребята, простите Можно ещё Можно проехать Я просто не распробовала Подождите, мне нужно, ну, выбирать, что придётся Правда, очень вкусно, ребята, пробуйте Ну, я попробовал, Вика, твой торт И что я тебе могу сказать? Есть нюанс Отдаю доедать Ольге У тебя маракуйя внизу только? Я просто попробовал в середине, маракуйя не почувствовала Маракуйя есть у меня везде Вика, спасибо Следующая принцесса, которая представит свой торт Кондитер Виктория Открывай 10 лет Виктория, победа Вау Вау Средскому большой Свадебный торт Правда, Мишка немножко на санитара похож Внешний вид Мишка, фартук, пирамидка У тебя всё получилось Я бы сказала Это шедевр Виктория, презентация Так, внутри корж и крем из сахарной пудры, сливки и вроде творожный сыр Начинка, малина Отлично Торт огромный Ты такой маленький, ты такой огромный торт Реально можно всю семью накормить Режем Как профессиональный маль Красиво как Вот это да Грациозно Ничего себе, какой разрез Вот это разрез Взрослый, взрослый, крутой разрез Танечка, пробуем Вкусно, но Бисквита многовато И крема маловато Но Вкусно Он сладкий, бисквит получился Его можно даже без крема есть, на самом деле Как пирог, реально Скажи, пожалуйста, Виктория Когда вы готовили бисквит Добавляли ли вы туда соду или разрыхлитель? Нет Вот меня удивляет Как можно в 10 лет Добиться такой пористости Без разрыхлителя Взбивала яйца с сахаром До пышной пены До пышной пены Пока, когда миксер будет мешать Чтобы там оставались следы Рисунок плотный Да И мешала венчиком Добавляла потихоньку Это опыт, коллеги Браво 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 Шикарно Вика, молодец Давид, открывай коробку Давид! О-о-о-о О, боже мой Это все крошка и хлопник Очень аппетитно Смотрите, Мишка тоже, кстати, санитар Я только хотела сказать, да У меня ощущение, что Мишка Мишка на войне Он сейчас будет стрелять из пушки Это пулемет Попробуем Попробуем Ну, начинка Блин, я крем посерединке не особо попробовала А сверху крем с малиной Очень даже вкусный Очень вкусный бисквит Получился бы, если бы он поднялся Но малина всячески пытается это скрыть Вытянуть А я говорила, малина Молодец Давид, работа достойная Конечно же, бисквит не поднялся Ты сам это видишь То, что в этих условиях у тебя получился такой результат Это уже большой подвиг Спасибо Да Сегодня главный заказчик в этой студии доволен Это очень круто Не было ни одного брака Не было ни одного ужаса У всех получились торты У кого-то чуть лучше У кого-то чуть хуже И теперь наша задача Выбрать победителя Самый ответственный момент, ребят Я вообще не знаю, как мы будем выбирать Потому что вы все какие-то невероятные Итак Я попрошу всех Организовать тишину Огромная просьба На кухне не шуметь Сделайте телевизоры погромче Попросите соседей замолчать Отложите все лишние дела в сторону Выключите гаджеты Я испытываю огромное чувство гордости За наше будущее поколение Кондитерский мир В надежных руках Но настало время Определить Кто из вас Отправится в суперфинал Проекта кондитер Бороться за звание Главного Юного Кондитера России И полмиллиона Рублей В этом непростом Но при этом Очень честном Сражении Все показали себя Достойно Но один Участник Оказался Чуть-чуть Проворней Профессиональней И приготовил Чуть-чуть вкуснее Торт Чем другие участники Итак Суперфинал Проекта Кондитер Дети Проходит Виктория Тульбович Браво Коллеги Поздравляем Вика Ты точно Наш Кондитерский Краш Ты мой Краш Отправляешься В суперфинал И эти Бурные Аплодисменты Посвящены Именно тебе Аплодисменты Капуста Капуста Ольга Капуста Какая капуста Я не понимаю А туда Капуста Капуста Дети Капуста Сейчас мы Объемем Ручищами Вас Я в суперфинале И болейте за меня Вся Москва Потому что я Лучшая Я всех порву Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Редактор субтитров